собственно что сказать первая машина мамина которая она владела была калина и есть сейчас пока что временно перешла ко мне так как моя устала мама долго думав решила себе приобрести новую машину она давно хотела не решалась долго и вот как бы случай представился и она решила себе купить ее выбор пал на эту модель потому что она и нравится внешне там есть все что нужно и не нужно то прям очень 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 жирная комплектация для такой машины примерно вот такая она наверно примерно вот такая машина примерно сейчас доедем прям все по деталям покажу да расскажу как чё кому чего так что вот так вот почему я уже в Пятигорске едем уже в такси скоро будем в салоне я как будто бы тут что-то ворую вот спасибо до свидания ну что ты готова готова покупки пока нет я пока поставлю а ну ладно все тогда пойдем смотреть я вообще не надеялась что я себе приобрету осанку держи я очень хотела купить машину именно РИОХ но я не надеялась что я куплю в салоне машину а что это за салон это КИЯ МОТОРС это КИЯ МОТОРС а это что все КИИ это все КИИ а где которую ты хочешь купить моя машина вот самая первая она уже твоя самая первая здесь которая вот сюда а ну пойди пойдем покажи я так надеюсь что буду так через несколько я себе вот такой автомобиль спортэдж это женщина говорила что она еще 10 лет поездить она говорит еще хочет что-то в себе купить ну мечтать любезно вот это что ли вот это вот букашка не букашка она самая красивая машина это мне говорили что это машина молодежная мы так говорили что я старая а мы спросим у молодежи старая ты или нет нет я молодая молодая может тебе еще замуж выйти нет замуж я уже не хочу замуж не втерпешь она закрыта еще я чуть не понял я забыл вот там где эти кнопки подогрева какая четвертая кнопка была возле рычага это кнопка электро обогрева лобового стекла вот эта кнопка она максимальная да вот здесь вот еще какая то была кнопка на и на стайли по-моему была она и на приеме нет три кнопки подогрев передних сидений соответственно и подогрев для так а из этих ну я не знаю просто бывает доп или не доп или что доп оборудование да доп оборудование сигнализация двухсторонняя это она нужна бывает в любом случае или это уже просто как вот ну вот идет доп как доп оборудование соответственно ну по сути типа стандартная свой центральный замок тоже да она работает полностью она подключена может и с обычного ключа управлять не проблема далее у нас защитная сетка радиатор ага защитная сетка защита картера а картер там какой металл металл да заводы не с пластикой ага уже внутри антикоррозийная обработка да всего днище или аппетеля каких-то арки арки ага а так все днище тоже надо будет нет ну все готово коврики и дорожный набор ну дорожного набора мы вам его исключили потому что в наличии нет ага даже на слайде не имеется ага соответственно и вот это вот все только да больше да так здесь и датчик света есть датчик света есть датчик дождя к сожалению данная комплектация у нас ааа ну в принципе да понятно получается подключаете телефон это да это я уже все смотрел да эти штучки тоже не проверяются они полностью рабочие типа ну а с чем можно будет там взвякнуть да тут тестовая кнопка есть аааа что еще хотел сказать аааа ну в принципе любое вмешательство это надо все через вас ну лучше да через официального отделера соответственно чтобы машина была на гарантии ага то есть например что-то добавить что-то убавить что-то сделать все по книжке проходить ТО соответственно да так туманки там уже все есть рейлинги на месте да и тут резина один комплект ну в принципе пока здесь она она выглядит вот так сейчас посмотрим дадут нам ее или не дадут вот так встань иди сюда ближе сюда иди вот сюда вот сюда встань все что это за стойка вообще позировать не умеешь все я уже сфоткал 50 раз здесь дверь открывается вот так это специально чтобы ты царапать могла а вот это у нас на колено с другой стороны ну да зазоры конечно здесь конечно я хотела зазоры здесь конечно нормальные не ничего зазоры здесь конечно да здесь одинаковые с двух сторон зазоры ну и что поделаешь в смысле что поделаешь вот такая вечеринка не ну конечно К5 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 конечно жир жир К5 жир конечно GT да еще и с люком еще и со всем остальным там и датчик света датчик темноты соренто вообще наверное молчать в тряпочку надо а хотя не соренто вообще давно ну как так вообще изи изи тамам тамам наоборот наоборот это лучше чем чем серебристый сейчас мы будем сейчас нас будут все монеты тормозить знаешь почему потому что номеров нет и что у нас документ ну это понятно но они же не знают что у нас документ что это новая машина ну конечно она просто раздвоенная ну не как насадка а просто он один выходит на дверь а у него вот смотри внизу да колесо запаска да смотри у тебя видишь вот эти полоски вот теперь смотри сюда как тебе их показать если ты их увидишь вот здесь вот так вот она тоже согревается да и руль подогревается вот видишь видишь вот это вот электро зеркало не собирается нет ее просто согнуть можно а нет она закрывается да там кнопка есть зачем вот у меня ученик работает у нас в городе в Ягуаре и он получает зарплату около 60 тысяч тоже после ГМИ не фары конечно у него и ГМИ огонь да фары огонь жюри вот честно скажи вот это Россия или Солярис вот это а по цене Солярис дороже ну ну я не знаю наверное модель кия оптима кия ручка да без ключевого доступа здесь нет здесь багажник открывается где камера а вот камера багажник открывается вот здесь здесь противотуманка у нас у нас здесь еще есть фальшивые такие воздухозаборники воздуховыдувальники я бы сказал здесь спереди есть такие же воздухозаборники они по факту без никто а еще здесь вот здесь видно что здесь сетка на дырках установлена сетка вот здесь тоже сетка ну типа чтобы камешки не залетали здесь в принципе здесь закрыто закрыто везде здесь только здесь открыто и вот эта сетка поставлена ну типа чтобы защититься все остальное внутри но мы сейчас на улице это все посмотрим потому что машина пока в салоне закрыта сейчас мы ее заведем и уедем отсюда в первый ключ ой вот первый ключ вот второй ключ сигнализейшн это короче у нас какая-то книжка да наверное это счастливый обладатель очень очень счастливая обладатель все покидаем этот прекрасный салон красоты ой салон красоты салон машин короче какой-то салон покидаем сейчас будем встречать машину на улице вот на этой улице там уже стоят вот оттуда выйдем короче сейчас здесь очень жарко а нет обманул не жарко в общем здесь стоят машины вот здесь какая-то kia да вот тоже kia kia тут что kia 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 вот она едет kia 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 вот она короче еще снимать вообще снял сейчас сейчас еще и в машине внутри посижу посмотрю вот вот она вот самая вот kia тут написано чеки про сроки короче в общем вот она владелица и все рассказывает она ничего сейчас конечно не поймет вот не поймет от приобретения твои первые впечатления впечатления как будто бы я не разберусь с этой машине ой не разберешься ты мне поможешь потому что я когда в камине села я сразу разобралась завела мотор здесь то же самое все остальное то по квалам все остальное это просто ради того чтобы это было я не могу разобраться пока надо мне к чему ко всему время движения были осторожны соблюдайте правила дорожного движения отвлекайтесь на экрана время движения так как это может стать причиной серьезной аварии все параметры следует выбирать только когда авто неподвижно прочитайте указание выбором в общем сейчас надо заправиться заехать чтобы пока этот разбираться в ней тут бензина нихрена нет даже мы доехали вот в общем поехали а